добрый день дорогие участники мастер-класса мой первый вопрос как меня видно и слышно нажмите пожалуйста на изображение огонька слева от поля ввода чата вот вижу спасибо спасибо видно вижу что все вы меня видите и слышите ну что ж меня зовут калиников павел юич я руководитель учебно-методического центра компании дед медиа и сегодня проведу для вас мастер-класс который называется открываем мир чтения с библиошколой ну для начала хотел бы несколько технических моментов осветить в самом начале чата я сейчас посмотрю виден этот вид на эта информация или уже ушла ну видно но я на всякий случай задублирую вы можете прямо сейчас скачать мою презентацию из вебинара ой ларис добрый день как рад что вы пришли вот да я я с удовольствием отмечаю что здесь есть мои давние знакомые спасибо что вы приходите к нам вот я хотел бы отметить что скачать можно двумя способами либо прямо из вебинара либо вот по этой вот ссылке сейчас ее вам задублирую минутку вот свеженькая запись в чате по этой ссылке могут скачать те кто по какой-то причине не могут скачать презентацию из самого вебинара вот елена тоже добрый день спасибо что вы у нас сегодня еще одно объявление мой мастер-класс заканчивает серию мастер-классов конференции вне классное чтение уже проведены четыре мастер-класса и те из вас кто был на предыдущих мастер-классах могут приобрести сертификаты прохождение этих мастер-классов напоминаю как и где это можно сделать сейчас я скопирую прошу прощения скопирую текстик еще раз для тех кто только что вошел значит делается это так вы переходите по этой ссылке серп директ академия ру находите себя в поле по через поиск по своей фамилии имени отчеству или лучше по мейлу под которым вы регистрировались далее выбирайте нужный мастер-класс или вебинар который вы ранее посетили там появляется кнопочка оплатить оплачиваете через ю кассу любым из предложенных способов далее через несколько минут ваш сертификат будет готов для скачивания для этого снова входите по этой ссылке снова себя находите и вместо кнопки оплатить появится кнопка скачать все сертификат будет готов для скачивания скачать его можно в любое время не обязательно сразу но лучше конечно скачать побыстрее предупреждаю только что степень готовности сертификат он он приготавливается автоматически после того как деньги доходят до нашей системы поэтому все зависит от быстроты прихода денег если это какой-то медленный способ то соответственно появится не через несколько минут а может там появиться через несколько часов или чуть попозже но в любом случае если что-то не так пишите нам мы все проблемы решим и так давайте я посмотрю сколько вас ко мне пришло прекрасно уже более 400 ну что ж давайте начинать вебинар по сути сегодня мы поговорим о библиошколе библиошкола это один из продуктов компании директ медиа который я представляю библиошкола наш флагманский продукт если кто-то не знает это университетская библиотека онлайн вот а библиошкола это тоже электронная библиотека но адаптированная для применения в библиотеках средних школ ну не только в библиотеках на самом деле в средних школах частично в в учреждениях в колледжах в общем для потребителей более младшего возраста и для тех кто их учит или тех кто их снабжает различными электронными изданиями будем двигаться вперед что у нас представлено в библиошколе что это за такой продукт у нас библиошколе представлены школьные учебники хотя сразу хотел бы обратить внимание что школьные учебники это не основной состав библиошколы основные массовые учебники которые требуются школьникам у нас в основном не присутствует ну по простой причине потому что рынок учебников монополизирован и издательство не отдают в электронном виде школьные учебники основные массовые вот но кроме этого есть масса другой литературу которая в школе нужна и востребована это хрестоматии справочники словари издание для внеклассного чтения издание для помощи родителям различные различная методическая литература периодические издания для учителей родителей и школьников и так далее и так далее вот примерный состав нашей электронной библиотеки да я хотел бы отметить что с точки зрения интерфейса abs представляет собой некий упрощенный вариант нашей университетской библиотеки онлайн там все немножко проще но с другой стороны основной функционал сохранен и я об этом вам скажу когда мы будем рассматривать стране читалку и страницу предпросмотра да коллеги да я вас попрошу если у вас будут вопросы задавайте пожалуйста их во вкладку вопросы а потому что у нас в чате так много сообщений что я запросто могу пропустить ваш вопрос если если он если он появится а вот и так что у нас представлено издание методической учебной научной и познавательной литературе примерно 15 тысяч изданий иллюстрации карты около 10 тысяч наименований нотные издания вот здесь достаточно широко представлены почти 3500 нотных изданий 2500 аудиокниг а также школьные тренажеры теста которых я чуть попозже расскажу подробнее у нас наш проект комплектуется в том числе не только конечно в соответствии с перечнем книг утвержденным минобранауки со списками рекомендуемых программных произведений для всех классов школы у нас присутствует литература гражданской патриотической направленности а также по перечню книг для внеклассного чтения по письму минобранауки ну разумеется как любая электронная библиотека которая присутствует в интернет пространстве обеспечен круглосуточный онлайн доступ для читателей из любого места у нас есть мобильные приложения которые позволяют читать книжки из библиошколы с вашего мобильного телефона мобильные приложения при условии подписки на библиошколу они бесплатны сами по себе приложения издательства какие издательства у нас представлены но полный их список привести нет возможности а вот краткий спи вообще их около более 200 издательств детской школьной педагогической литературы ну вот те которые на слуху входят если не в первый десяток то в первые 50 российских изданий здесь представлено а кроме нас собственное издательство директ медиа это аэрис пресс белый город весь мир витапресс владас какие-то центр ломоносов лаборатория знаний мир ну и не буду дальше всем известное издательство здесь упомянуты основой подбора литературы в библиошколе является поиск а ну оно и понятно для нашего молодого поколения и самым естественным способом что-то где-то разыскать является строка поиска каталогами разного рода каталогами пользоваться тоже можно но нас наш массовый читатель он любит пользоваться поиском поэтому поиск поднят на самый верх в интерфейсе и им можно воспользоваться сразу в поиске есть ряд настроек во первых можно искать либо по описанием клип книг либо сразу включить полнотекстовый поиск впрочем сразу включать такой поиск я не рекомендую потому что ну там может обнаружиться масса всего ненужного мало ли что там в огромном в огромном корпусе текстов найдется вот это уже для тех кто ищет что-то такое очень специфическое ну а так выбор по умолчанию искать в описании он оказывается как правило верным дальше можно регулировать выдачу по году издания от 1800 до нашего времени вот тут даже по какой-то причине написано 22 немножко предвосхищая будущее издание по автору по издательству по классу для которого предназначена данное издание по жанру и по предмету если имеется какое-то отношение к конкретному предмету который преподается в школе вот здесь показана страница предпросмотра то есть страница которая возникает перед тем как пользователь на или читатель ну наверное это не только читатель потому что тут разумнее назвать его пользователем потому что можно не только читать но и по-другому использовать электронную библиотеку перед тем как нажать на кнопку читать книжку надо найти ту которая вас интересует вот и часто это выбор через между многими изданиями прежде чем приступать к чтению надо все-таки понять какую вы книжку хотите читать прямо сейчас поэтому страница предпросмотра это очень важный элемент интерфейса и структуры собственной электронной библиотеки вот у нас он представлен так примерно так же как в нашем флагманском продукте университетской библиотеки онлайн а ну чуть чуть попроще во первых есть описание книги в правом верхнем углу да ну совсем наверху это хлебные крошки так называемые да вот это так называется интерфейс начиная от корня до данной страницы дальше идет описание издания и здесь есть кликабельные поля такие как автор дисциплина вот обычно еще издательства честно говоря не знаю почему не подсвечено издательство директ медиа вот а снизу очень важные ссылки очень важные вкладки аннотации содержание и библиографическое описание аннотация это собственно ну понятно краткое краткое содержание книги ее можно сразу использовать копипестом к себе куда-то забирать содержание не всегда есть необходимость особенно если это книжка нон-фикшн или какая-то методическая книжка читать с начала и до конца как художественный текст иногда можно сразу в предпросмотре посмотреть содержание и перейти на ту главу которая вам уже интересно что касается библиографического описания то это очень важный пункт в основном я бы хотел сказать что это для преподавателей для методистов и для старшеклассников для тех кто начинает писать какие-то свои труды ну либо рефераты с либо может быть даже научные работы какие-то если речь идет об преподавателях и как известно библиография эта наука достаточно такая серьезная и молодым ученым а тем более школьникам она дается очень с большим трудом если у вас есть сразу библиографическое описание на ту на то издание которое вы хотите процитировать у себя это в некотором смысле повышает цитируемость всего корпуса научных текстов которые молодые ученые создают ну а если что касается школьников это делается для того чтобы они начинали входить в курс нормального написания статьи уже с молодого возраста вот и да обычно в этом месте я еще говорю когда рассказываю про электронную библиотеку нашу говорю что часто то что в работах не происходит правильного цитирования зависит не от злой воли автора который не хочет цитировать чтобы присвоить идею себе а просто потому что по незнанию этот молодой автор сокращает свою работу по тому чтобы находить нужные библиографические описания и вставлять их в конце в список литературы вот библиографическое описание полное и правильное которое можно копипейстом взять и вставить себе в работу она позволяет помогает молодым создавать правильные правильные работы с правильными списками литературы так вижу два вопросика в вкладке вопросы сейчас перейду да по поводу подписки на ресурс подписка платная я я вам расскажу в конце об этом здравствуйте я впервые на вашем выступлении поэтому вопрос можно ли разместить ссылку на ваш сайт библиоскул на сайте школе библиотеку конечно можно я бы даже сказал что это это будет здорово но вообще говоря такие вопросы даже можно не задавать потому что все что легально присутствует в интернете она ссылка на него не требует никаких разрешений со стороны обладателей данного ресурса спасибо что задали вопрос с удовольствием конечно заходите а да ну наверное я у нас вот тут адрес приводится на каждом слайде да но тем не менее давайте я адресок то дам в явном виде на нашу библиошколу прямо в прямо вот вот здесь там что-то можно сделать без регистрации для всего прочего там для для чтения нужно уже регистрация кстати там сразу можете и цены посмотреть а я расскажу об этом самом конце есть у нас отдельный сервис связанный с авторами это не только общий список авторов как было бы естественно для электронной библиотеки который выглядит вот примерно так но и сервис который называется именитые ученые писатели это такой библиобиографический раздел нашей электронной библиотеки в котором представлены биографии портреты выдающихся писателей деятелей науки а также авторов нашего издательства мы их присовокупили по той причине что ну просто у нас вся эта информация есть и почему бы ее сразу не дать вот выглядит это примерно вот так видите три вкладки писатели писатели классики деятели науки и культуры авторы издательства директ медиа для каждого из этих деятелей присутствует какая-то биография биография не наша авторская она подобрана из разных источников доступных исправочников из энциклопедий также список трудов этих писателей или деятелей науки и культуры ну и часть этих трудов и или даже все присутствуют в нашей присутствующие в нашей электронной библиотеке они кликабельны и по ним можно перейти и сразу перейти к сенью таким образом это вот такой вот список это это как раз удобно для учеников которые готовят какие-то доклады или сэ по деятельности данных деятелей им удобно в одном месте все все это найти а не в разных местах дергать из разных мест вот да вот вкладка деятеля науки да вот так вот выглядит примерно биография и снизу уже с обложками те издания которые у этого автора есть в нашей электронной библиотеки да ну вот другой пример тоже андреева дополнительные материалы по большому количеству книг которые включены в программу средней школы у нас существуют дополнительные материалы дополнительные материалы включают дополнительные книги аудиокниги карты иллюстрации мультимедиа а вот рассмотрим в качестве примера войну и мир и посмотрим какие есть дополнительные материалы у нас к ней во первых имеется большое количество иллюстрации эти алис иллюстрации можно скачать использовать у себя ну просто как любую иллюстрацию из интернета стандартным способом вот опять же это подспорье в деятельности школьников по выполнению различных проектов докладов с и так далее карты тут приводится карты сражений несколько карт их тоже можно скачать или полностью ну или там взять как-то частично карту использовать у себя по поводу карт еще отдельно поговорим карты есть не только как дополнительные материалы на и как раздел библиотеки отдельно да ну и вот наконец дошли до чтения чтение у нас реализуется не хорошее слово реализуется читать можно через посредством читалки да читалка это собственно такой элемент нашего сайта в который помещается книга и который имеет некие управляющие элементы для для чтения в общем-то в читалке нет ничего такого что не было бы понятно сразу но тем не менее хотел бы просто отметить что есть управление движением по книге вперед-назад на страницу да я совсем забыл сказать что книги присутствуют здесь изначально несмотря на то что этот формат сам по себе недоступен в верстке первоначальной то есть формате pdf это означает что страницы присутствуют именно в том виде в котором они присутствуют в в изначальном издании вот поэтому в читалке есть переход со страницы на страницу можно задать непосредственно сразу страницу на которую хотите перейти либо внизу тут еще не показано есть такой движок при помощи которого можно перемещаться со страницы на страницу можно перейти в начало в конец книги слева наверху представлена поиск в данном случае это уже полнотекстовый поиск по самой книге и здесь вы можете найти по ключевым словам те страницы на которых они расположены справа набор инструментов вот там где написано кнопочка с pdf позволяет скачать небольшой фрагмент до 10 процентов книжки для собственного пользования обращая внимание что это именно имеется ввиду собственное пользование то есть этот эти фрагменты нельзя публиковать это будет нарушением авторских прав а вот но если конечно сама книжка под правами находится да вот но для своего пользования можно брать и использовать как угодно а дальше и элементы позволяющие форматировать книгу изменять масштаб либо как-то разверстывать по всему экрану в общем как удобно а вот и справа значок принтера который позволяет небольшой фрагмент распечатать непосредственно сразу на принтере слева некие дополнительные элементы которые позволяют работать с книгой а ну наиболее удобно это установить закладку закладок может быть сколько угодно в книге и они от входа не сбрасываются между входами в электронную библиотеку можно также создавать цитатники от книг и потом эти цитаты уже переносить свои документы но сначала сохранять вот здесь вместе вместе с книгой пока вы ее читаете чтобы сразу не переходить к документу в которой вы их вставляете ну есть также можно посмотреть отзывы о книге информацию о книге либо снова перейти в каталог для для дальнейшего поиска да ну вот здесь графически представлено собственно то о чем я только что вам говорил использование поиска использование быстрого перехода на нужную страницу копирование pdf распечатывание масштабирование и так далее у нас присутствуют хрестоматии в хрестоматиях представлены более тысячи произведений для для чтения хрестоматия собрана в соответствии с совкос рекомендациями на науки ну в общем я не буду воспроизводить этот текст там все общем и так понятно какие хрестоматии те которые нужны для собственно школьникам для изучения литературы предметов литературы у нас представлено также достаточно большое количество периодических изданий это периодические издания для школьников и для методистов преподавателей и родителей родители школьников ну вот вы видите здесь название журналов биология в школе география в школе преподавания истории читая космикалка журнал дошкольник дефектология журнал духовно-нравственного воспитания ну и и так далее и так далее кроме собственно книжной части у нас в нашей электронной библиотеке присутствуют мультимедиа материалы такие как цифровые карты тренажеры интерактивные тесты и аудиокниги ну вообще когда я говорю когда я рассказываю о наших продуктах в частности об университетской библиотеке онлайн всегда говорю что у нас есть такой слоган в компании больше чем эбс в том смысле что мы понимаем важность в наше время важность других медиа кроме текстовых медиа вот вот в частности здесь представлены эти виды иных медиа о которых сейчас пойдет речь ну во первых аудиокниги аудиокниги это аудиоучебники радиоспектакли аудиохрестоматии по литературе всякая детская литература сказки и рассказы для детей отдельно отмечу аудиоучебники хотя конечно по естественно научным и техническим дисциплинам математическим в частности дисциплинам трудно себе представить аудиоучебник но с другой стороны по гуманитарным дисциплинам аудиоучебники вполне себе имеют право на жизнь там где нет сложных формул сложной структуры верстки и так далее в основном тексты вот и это в общем очень полезный и важный вид медиа который может быть применен плееры для аудиокниг прямо встроены в наши странички слушать можно прямо прямо со странички нашли и слушайте да ну вот тут есть аудиокниги тут речь идет об самих произведениях и об описаниях к ним в данном случае музыкальных произведений визуальные материалы у нас присутствует более 6000 цифровых карт ну вот здесь примерно написано какие это карты старинные во первых исторические карты астрономические геологические демографические и так далее и так далее мы конечно все привыкли к тому что у нас под боком есть яндекс карты и google карты они очень удобны для 7 минутных применений вот но однако же все таки имеют значение и иные карты во первых это карты исторические которые сейчас нельзя так просто найти вот в гугле например да посмотреть как например карту греции древних времен какие были полисы там и так далее вот во вторых карты бывают конечно не только такие вот для для того чтобы куда-то доехать да но и что-то конкретно обозначающие какие-то какие-то действия например карты экономические карты туристические даже и прочее то есть для каких-то конкретных целей вот таких карт у нас достаточно много эти карты могут скачиваться использоваться как как вам удобно тесты тесты являются такими уже интерактивными элементами контента и по ряду направлений по ряду предметов у нас есть тесты тесты могут быть использованы да ну вот если подходить к этому вопросу с точки зрения онлайн обучения то можно сказать что в наш наш электронную библиотеку встроен тестовый движок который обеспечивает тестирование тестирование возможно в разных режимах вот есть режим обучения режим то есть собственно тестирование режим экзамена режим обучения позволяет пройти все тестовые вопросы из тестовые базы время не фиксируется фиксируется только правильность ответа соответственно вы можете по ходу по ходу действия корректироваться то есть переходить к материалам и снова изучать те вопросы которые вам не удались в режиме тестирования вам надо ответить за максим на максимально вас правильно ответить на максимально возможное количество вопросов за 15 минут по окончании тестирования будет выдана сводная таблица по всем результатам ну и режим экзамена это привычный нам с вами тест на время тренажеры тренажеры в отличие от всех остальных элементов контента тренажеры скачиваются на ваш компьютер и работают отдельно то есть это отдельные программы отдельные приложения собственно 3 тренажеры от всех остальных видов контента отличается тем что это уже не совсем контента скорее больше программа учебная программа учебное приложение в ней соотношение между контентом и алгоритмической частью перекошена в столь в сторону алгоритмической части они собственно контента вот поэтому для этого требуется уже не браузер а собственно приложение и вот такие приложения можно скачать и использовать в своей деятельности ну вот наверное один из моих любимых пунктов тематические коллекции тематические коллекции у нас присутствуют 64 тематических коллекций в библиошколе ну для для сравнения в университетской библиотеке онлайн более 120 тематических коллекций но не все из них интересны в школе поэтому здесь выборка только тех которые интересны для в контексте в контексте библиошколы тематические коллекции это специальные подборки литературы по какой-то конкретной вполне конкретной тематике причем подборка это не автоматическая конечно по этой теме и по этим ключевым словам вполне можно было просто поискать поиском но тематическая коллекция это специально отобранные нашими библиографами и знатоками книги книголюбами из нашей коллекции те книги которые удовлетворяют ну то есть попадают точно в этот в эту тему хотел бы отметить что конечно поиск сам по себе если поиск был идеальным на сто процентов идеальным да и выполнял бы все наши желания не по нашим ключевым словам а потому что нам хочется то наверное не было бы необходимости формировать тематические коллекции но поиск всегда несовершенен и даже библиограф со стажем не всегда может найти ту литературу которой надо особенно в условиях ограниченного времени поэтому если тема тематической коллекции попадает в интерес вашего читателя преподаватели или школьника то рекомендовать именно тематическую коллекцию как начало его изучение этого материала как точку входа это наиболее разумный разумный способ способ поведения тематические коллекции у нас представляют много направлений а большинстве своем это направление гуманитарные но есть естественно научные а естественные науки тоже хорошо представлены у нас сейчас вот немножко подробнее расскажу вот тематические коллекции разумеется неполный их состав и это даже здесь представлены не сами тематические коллекции а их укропненные группы династии романовых история россии военная история вот я думаю что вот военная история будет многим школьникам интересно история русской дипломатии российской дипломатии это более уже частные случаи свод русских лек летописей биографии и мемуары возвысившиеся и низвергнутые это биография великие художники вот следующие три пункта великие художники великие музеи и великие поэты это совместные издания издательства директ медиа и комсомольская правда они чуть попозже расскажу юношеская библиотека библиотека приключений фантастические миры сказки народов мира русское зарубежье и так далее вот что какие коллекции естественно научные есть у нас математика в лекциях и задачах классики науки биология физиология химия математика физика астрономия геология здесь присутствуют и научно-популярные книги хотел бы отметить что конечно в настоящее время настоящие научно-популярные книги они пользуются спросом и вообще некий такой ренессанс науч-попа наблюдается правда в основном не в формате книг хотя и формате книг тоже формате видео так точно вот ну и здесь у нас присутствуют тоже тоже научно-популярные книги а вот то о чем я обещал рассказать это совместные проекты комсомольской правды и компании директ медиа великие художники великие музеи и так далее это несколько сотен изданий посвященных теме художественного творчества вот и освещают они как правило каждая книжка либо отдельного отдельного художника либо отдельный музей там не только художники там есть и скульпторы и архитекторы вот книжки были достаточно популярны и они выходили разумеется и в бумажном виде вот до сих пор их можно встретить на книжках на книжных полков магазинов они выходили в серии достаточно популярной и для произведения искусств для книг по искусству достаточно дешевый вот в каждой книге несколько десятков качественных иллюстраций и более-менее популярный текст то есть не то чтобы совсем уж популярный такой но доступный школьнику то есть вполне себе такой для очень широкого круга читателей и любителей искусства ну и соответственно в электронном книге у нас это тоже все есть и представлено в здесь в нашей библиотеке музыкальная шкатулка у нас также есть нотные издания и эти нотные издания представлены тоже в тематических коллекциях достаточно широк круг произведений которые здесь представлены ой прошу прощения нет у меня здесь слайды которые там раньше присутствовал с нотами ну я думаю что и так понятно а вот то есть для музыкальных школ здесь достаточно ну и вообще для всех интересующихся здесь достаточно широкий круг представлен музыкальных произведений которые которые можно использовать ну и наконец у нас в в библиошколе есть раздел ну это даже не совсем раздел это скорее со проект проект который мы очень дружим и который у нас интегрирован в нас но не не окончательно интегрирован то есть не интегрирован не по подписке а чисто по по структуре это проект читающая школа от российской ассоциации чтения вот и в этой в этом в этом в этом разделе представлены отдельно 4 версии журналов дайджест новостей образования культуры книжного и медиарынка инновационные разработки по работе с родителями цифровая версия журнала школьная библиотека профессиональная электронная библиотека цифровая версия журнала семейные чтения читайка и еще какой-то журнал был к сожалению у меня здесь почему-то на слайде не представлен вот они подписываться на библиошколу и на читающую школу можно по отдельности наши проекты частично пересекаются друг с другом но в малом в малом виде это два контентных контентных проекта которые живут просто на одной у нас на одной площадке вот ну да вот журналы из читающей школы здесь представлены журнал читайка читаем вместе вот да теперь по поводу подписки во первых каждый из вас может связаться с нашими менеджерами и попросить месяц бесплатной бесплатной подписки для того чтобы посмотреть демо доступ к нашему ресурсу подписаться можно как в режиме физического лица и будет это стоить но можете посмотреть цены там представлены у нас будет это стоить 1800 для частного лица на год библиошкола и 6000 читающая школа ну а для юридических лиц надо разговаривать с менеджерами приблизительная цена от 10 до 15 тысяч там по зависимости от разных обстоятельств от вопросов которые вам менеджеры зададут вот вся информация о том с кем надо связаться по этому поводу юлия и алексей всегда вам помогут и подскажут вот ну что ж я хотел бы еще раз отметить еще раз напомнить где вы можете приобрести наши сертификаты сертификаты вот здесь вот сертификаты по этому конкретно сейчас еще загляну есть ли вопросы ой я прошу прощения я неправильную ссылку дал это ссылка на описание как получить сертификат а сейчас немножко за немножко я это самое зарапортовался вот ссылка для получения сертификата по данному конкретному мероприятию это можно будет сделать примерно через пять минут после его окончания вот а по всем предыдущим мастер-классам это можно сделать уже сейчас сейчас еще раз гляну в вопросы вроде бы вопросов больше нет ну что ж я тогда хотел бы предоставить слово нашему главному организатору конференции ольге алексеевой ольга прошу на связь да я здесь большое спасибо павел юрьевич надеюсь что меня видно слышно все хорошо да все нормально спасибо огромное друзья спасибо большое что вы были с нами всю дневную программу если можно я сейчас попрошу выставить как раз тот самый файл с кодовым словом который у нас многие ждут и коллеги кодовое слово сегодняшнего дня это подросток я напоминаю что сегодня у нас начиная с 7 часов вечера по москве состоится торжественный финал закрытие нашей конференции я прошу у вас всех прийти будем рады вас видеть мы будем говорить вам теплые слова вспоминать все то что у нас было интересного на конференции конечно же будем обсуждать наши планы будет несколько интересных моментов которых я расскажу и в частности с нашими дорогими партнерами из директ академия мы готовим в декабре для вас сюрпризный проект обо всем я расскажу естественно в финале а сейчас пользуюсь случаем буквально пять минут я расскажу про анонсирую нашу вечернюю программу и уже будем переходить нашу следующую вебинарную комнату в вечерней программе мы будем встречать михаила лукашевича это издательство архипелаг анну годинер анна это библиограф куратор совета по детской книге россии ибо извините пожалуйста ай би би вай россия под конец уже знаете речь становится слегка такой интересный после этого мы ждем анастасии строки но сегодня как раз говорили о том что анастасия является одним из номинантов на премию астрид лингрен 2022 года вот сегодня встретимся с анастасией дальше к нам придет татьяна понтихова будем говорить об образовательных проектах поддержки развития чтения в школьных библиотеках не пропустите а наталья нетрусова к нам придет это сотрудник редакции журнала квантик вчера мы с вами беседовали с андреем веньковым это журнал думы сегодня будем говорить с представителем журнала квантик а дальше в 17.30 к нам приходит дмитрий гасин и будем говорить о проблемах внеклассного чтения в цифровую эпоху после этого у нас будет еще два выступления выступление анастасии коваленковой я думаю что многие с ней знакомы с прошлой конференции были очень теплые вот свое выступление и будем говорить как раз о юных душах и книгах и завершить программу конференции выступления ирины лейк будем говорить о современной нидерландской литературы для подростков в книгах анны вольс и гидона самсон я думаю что многие знают этих прекрасных авторов поэтому друзья присоединяйтесь мы сейчас уходим на небольшой перерыв а после этого в три часа начинается эфир кто хочет пообщаться задать какие-то мне вопросы я буду с 14 45 вебинарной комнате и готова буду к общению спасибо огромное спасибо всем до встречи спасибо что пригласили ольга по-моему конференция в этом году удалась огромное спасибо также тем кто пришел на мой сегодняшний мастер-класс спасибо огромное спасибо до сего доброго мастер-класс